Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Сегодня мы поговорим о том, что может произойти, если фондовый рынок рухнет, и о том, как рынок акций и биткоина взаимодействовали последние полгода. Но что более важно, мы поговорим о разнице между финансовым кризисом и долларовым кризисом, тем самым, который запускает биткоин в небеса, если оценивать его в долларах США. И почему сам финансовый кризис, к удивлению, не является билетом на самолет для биткоина или криптовалют. Также мы затронем оптимистичные сценарии ситуации, которые, по моему мнению, наиболее вероятны. Итак, индикатор Уоррена Баффета достиг уровней, которых не было со времен пузыря даткомов, и биткоин может сильно отреагировать из-за огромного падения акций, которые и предвещает этот индикатор. 20 августа Yahoo выпустил статью, что индикатор Баффета намекает, что фондовый рынок США сейчас находится на уровне пузыря даткомов. Этот индикатор рассчитывается из формулы деления показателей индекса ВЛША 5000 на ВВП США. Что такое ВЛША 5000? Этот индекс представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс рыночной стоимости всех публично торгуемых компаний, которые отвечают соответствующим критериям в Соединенных Штатах. Критерии следующие. Штаб-квартира компании должна быть расположена в США, акции компании должны активно торговаться на фондовых биржах США, а ценовая информация по акциям должна находиться в публичном доступе. Индекс ВЛША 5000 является самым обширным индексом фондового рынка, который включает в себя публично торгуемые американские корпорации. Когда этот индекс был представлен впервые, он насчитывал 5000 компаний, отсюда и числовое значение в названии. Но сейчас этих компаний осталось около 3500, а название осталось старым. На данный момент показатель индикатора Баффета составляет 1,7, при том, что средний исторический показатель равняется единице. Последний и сильнейший пузырь на фондовом рынке был пузырь доткомов. Тогда показатель индикатора составлял 1,71. Это означает, что на данный момент фондовый рынок всего лишь в 0,01 от корреляции с наиболее переоцененным фондовым рынком в истории. Что же это все означает для нас, как для криптоинвесторов? Если фондовый рынок развернется, то исторически показатель индикатора должен упасть с 1,7 до 1. Это означает, что потенциальный откат фондового рынка может составить около 33%. Фондовый рынок считается значительно переоцененным, когда показатель индикатора Баффета достигает 1,3. Учитывая, что сейчас он составляет 1,7, а в прошлом квартале ВВП США упало приблизительно на 30%, мы должны ожидать падения индикатора Баффета обратно до 1. Иными словами, текущий уровень в 1,7 указывает на намечающийся потенциальный крутой нисходящий тренд на фондовом рынке. Можно предположить, что Федеральная резервная система продолжит накачивать рынок деньгами, и все будет отлично. И судя по всему, выхода у системы просто нет. Ведь в статье на CoinTelegraph пишут, что этот инфляционный цикл активов лучше не останавливать, так как показатель индикатора Баффета говорит о том, что если такой цикл накачивания рынка будет остановлен прямо сейчас, то нас будет ждать длительное падение в поисках фундаментальной, а не раздутой напечатанными деньгами поддержки. Давайте посмотрим на графики Биткоина и Насдак. Вот эти графики за последние 6 месяцев. Они практически идентичные. Насдак вырос с 6,5 тысяч до 11,5 тысяч долларов. Да, у него нет такого количества пиков и провалов, как у Биткоина, но тем не менее, цифровые значения этих графиков очень похожи. В этом сравнении от SKU.com мы видим эту странную корреляцию между Биткоином и Насдак. Если вы размышляете о том, как себя поведет Биткоин, если к фондовому рынку будет расти недоверие, ответ не такой уж и радужный. В реальности мы не можем рассматривать ни один из этих факторов до принятия законопроектов о дополнительном стимулировании экономики США. В случае принятия такого нового пакета финансовой помощи, графики Насдак и криптовалют не заставят долго ждать с ростом, точно так же, как и основные акции индекса S&P 500. В таком случае есть основания думать, что пока стимулирование будет продолжаться, американская экономика будет находиться в состоянии зависимости от него. Причем эта зависимость будет усугубляться до состояния патологической. К сожалению, состояние экономики сейчас такое, что это стимулирование так или иначе придется продолжать. Вывод. Если стимулирование зайдет слишком далеко и печать денег будет продолжаться, то это неминуемо приведет к долларовому кризису. Теперь я хочу поговорить о разнице между финансовым и долларовым кризисами. Я уверен, что есть немало схожего между биткоином и фондовым рынком, биткоином и Насдак прямо сейчас. Криптовалюты, как и фондовый рынок, находятся в росте с того момента, когда финансовые стимуляции и бесплатные государственные деньги начали вливать в экономику. Думаю, что мы несознательно замечаем, что сегодня рынок акций и рынок криптовалют движутся довольно синхронно. Но мы почему-то не берем во внимание то, что будет происходить во время долларового кризиса. Сейчас нам нужно понять риски, которые может привести потенциальный крах доллара. Несомненно, такой крах отправит биткоин в невероятный буллран, потому что текущая резервная валюта показывает свою слабость. Но доллар США это не единственная валюта, которая может выступать в качестве резервной. Есть еще евро, юань и даже иена. Но именно на доллар полагаются больше, чем на любую другую валюту. Отсюда вытекает закономерный вывод. Никто из тех, кто пользуется долларом США, не хочет окончательного его краха. Потому что фактически США это стратегический торговый партнер и для России, и для Китая. Это и есть гарантия выживания американской валюты. Так что полный крах доллара не имеет особого смысла. Это как пилить ветку, на которой ты сидишь, или портить воду в колодце, из которого ты пьешь. Все экономики взаимосвязаны и находятся в тесных партнерских отношениях. Нет никакого смысла подталкивать доллар к полному его краху. Поэтому очень важно понимать, что ситуация, в которой биткоин сделает настоящий To The Moon и реализует свой потенциал цифрового золота, больше касается ослабления именно доллара, а не фондового рынка. Это два совершенно разных понятия. Я думаю, что фондовый рынок когда-нибудь да и сможет оторваться от необходимости постоянного стимулирования. Но если стимулирование зайдет слишком далеко, то мы увидим ослабление доллара и взрыв цен на золото и биткоин. Так в какой же ситуации доллар может ожидать крах? В этой статье на инвестопедия.ком мы можем найти сценарий развития событий. Наиболее реалистичная ситуация – это двойная угроза, которая складывается из высокой инфляции и большого долга. Это тот сценарий, при котором растущие потребительские цены будут подталкивать ФРС США к резкому повышению процентных ставок. Что, как мы помним, Рэй Далио называл началом схлопывания долгового цикла. Как мы видим на этом графике, в 1980-х в США уже был долларовый кризис. Фактически, только благодаря повышению процентных ставок удалось выйти из спирали гиперинфляции. Это было сделано Полом Волкером, который известен тем, что остановил инфляцию, но при этом создал интенсивную рецессию. В то время мы наблюдали все виды протестов против такого решения. Тогда ФРС под управлением Уолкера подняли процентные ставки примерно до 20%, что полностью исключило возможность кредитования обычных потребителей. Но это вернуло доллару ценность. Несмотря на длительное замедление экономики, им все же удалось стабилизировать доллар по отношению к другим валютам. На данный момент процентные ставки находятся почти у нуля. И сейчас вопрос заключается в том, а выдержит ли экономика США подобные действия сейчас? Реальность такова, что ситуации не идентичны, но это может быть потенциальным выходом из долларового кризиса. Резкое повышение процентных ставок. Ничего из этого не станет катализатором бычьего сценария для экономики в общем и для фондового рынка в частности. Также непонятно, как это будет влиять на криптовалюты, ведь в 1980-х их вообще не было. Давайте будем честными, что на данный момент цена криптовалют в основном определяется общественными торгами на базе общего согласия во время бычьего рынка, что очень похоже на аукцион. Криптовалюты получили некоторую популярность в 2011 году вместе с ростом золота. Но в реальности к тому времени фондовый рынок уже значительно восстановился после финансового кризиса 2008-го. И с тех пор мы видим почти беспрерывный бычий тренд. Так как же все вышесказанное повлияет на биткоин? Мы знаем, что Уоррен Баффет сделал серьезные инвестиции в золото. Он даже купил огромную часть акций золотодобывающей компании, при этом продав значительные вложения в банки. А индикатор Баффета тем временем предсказывает сильнейшую переоцененность акций. Очень подозрительные действия со стороны Уоррена Баффета. Очевидно, что экономика США в данный момент представляет собой взрывоопасный пузырь. Это и подтверждается индикатором Уоррена Баффета, а также его же желанием инвестировать в золото. Ведь он купил акции одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире, Беррик Голд. Не нужно быть гением, чтобы осознавать, что рост фондового рынка не имеет ничего общего с реальной экономикой, которая получила очень серьезный ущерб. Все, что нам необходимо сейчас понять, будет ли продолжаться стимулирование экономики. Ведь если стимулирование прекратится, нам нужно ожидать резкого обвала традиционных рынков. Лично я верю, что шоу должно продолжаться. Независимо от того, продлится ли это вечно или мы увидим сильное падение фондовых рынков в 2020 и 2021, я думаю, что оба политических лагеря, что республиканцы, что демократы, видят достаточно много аргументов для продолжения стимуляции экономики. В подобной внешней среде мы будем продолжать наблюдать за безумным бычим трендом, особенно в альткоинах. Но помните, что есть разница между финансовым кризисом и долларовым кризисом, и событие, которое запустит биткоин на Луну, скорее всего, будет относиться к ослаблению доллара США. Что может произойти лишь с наступлением серии событий. Потери статуса резервной валюты, еще более огромными объемами денежной печати, гиперинфляции, нежеланием или невозможностью повышать процентные ставки. Пока в США такие события еще не наступили, и существует довольно большое количество предохранителей, которые могут спасти страну от этого, включая ту же самую возможность резкого повышения процентных ставок, как это было в 1980-х годах. А также, не забывайте, бесконечно выпускать стимулирующие пакеты помощи точно не получится. Как вы думаете, увидим ли мы еще один сумасшедший булран криптовалюты? Прав ли индикатор Баффета? Будет ли продолжение стимулирования? Напишите об этом в комментариях. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok